Добрый день! В эфире «Две минуты о кино» с Марией Соловьевой. «Человек-муравей» режиссера Пейтона Рида – очередной голливудский геройский боевик, где сверхчеловек, на этот раз он еще и муравей, спасает мир от катастрофы вселенских масштабов. Подразумевается, что он спасает не просто мир, но всю вселенную, несмотря на то, что всего лишь муравей. Фильм основан на одноименной серии комиксов фирмы Marvel Comics. Успешный комикс – залог прибыльного проката для новоиспеченного фильма. Благо, сюжет его запутан, как муравьиная тропа. Картина снята на должном уровне, смотрится легко, а в некоторых моментах даже захватывающе. Тут надо отдать должное мастерству режиссера Пейтона Рида. Фильм великолепно раскадрирован и смонтирован в экшн-стилистике. Несмотря на высокий профессиональный уровень и солидный возраст, Пейтону Риду 51 год, он снял всего несколько фильмов, ни один из которых не всколыхнет память трепетных российских киноманов. Еще одно неоспоримое достоинство фильма – это удачный кастинг, особенно неподражаемый Николе Ванжелин Лили. Ей удалось создать своему персонажу Хоук Ван Дайн особую насекомоподобную пластику, которая при этом не производит впечатления нарочитой. Однако, человеку, не посвященному в орден суперфанатов комиксов Марвел, будет очень непросто сформулировать, в чем принципиальное отличие человека-муравья, например, от человека-паука. Двухчасовая сага о любовных страстях человека-насекомых и их же экшн-патетика на предмет спасения мира – это, конечно, рассчитано на определенный круг ценителей. К слову сказать, этот круг не так уж и узок. Согласно статистике, в России этот фильм посмотрели уже 2,5 миллиона человек. За чуть больше, чем две недели в отечественном прокате, лента о боевых насекомых собрала 600 миллионов рублей, 270 из которых взял первый же уикенд. А это достижение прежде всего рекламной кампании. И далее, с каждым днем, опять же, согласно той же статистике, зрительский интерес в рублевом эквиваленте стабильно падает. Стоит ли тратить ваши деньги и ваш замечательный вечер на фильм, упорно теряющий рейтинг, решать, безусловно, вам и только вам? Это были Мария Соловьева и «Две минуты» о кино «Человек-муравей» режиссера Пейтона Рида. До новых встреч!